У меня тут музыкальное сопровождение, если что. Мы приехали чуть раньше, потому что думали, что в музыкальной школе задержимся на подольше, поэтому как бы я взяла время с запасом. Поэтому нам на без десяти час, сейчас, в общем, есть полчаса времени, и можно поболтать. Пока я болтаю, я разденусь, кстати. Здесь магазин, здесь магазин, можно купить воды. Мы с Ника идем на стрейчинг. Так, я думаю, ну, попробовать, потому что папа, папа, попробовать. Для чего? Чтобы определиться с, не знаю, какими-то физическими упражнениями, потому что у меня абонемент в спортлайз закончился. Он стоит сейчас пятнадцать тысяч, и я не готова, как бы, отдавать за абонемент пятнашку, поэтому я все равно его не использовала вот прям вот так вот, чтобы... Это у меня вполне достаточно дома занятий и каких-то вот дополнительных. Кто чем занимается? Напишите. Мне очень нравится Колонетика и Пилатес, вот, мое такое. Сегодня я без темы, сегодня я просто отвечаю на вопрос. Это был спонтанный такой выход в прямой эфир. Нюша? Нет. Покажи Нику, сейчас. Вода ледяная. Ага, не разворачивается. Ник, глянь сюда. Не разворачивается, просто камера. Да. Здравствуйте, передавайте привет Нике. Она все слышит, я передала. Ник, по-моему, это твой прямой эфир. Покажите Нику. Привет, Нике. А где Ника? Да, я такая. Все, я пошла и обиделась. Кстати, сбрось мне этот... Или ты на мой... Нет, я на свой снимала. Где мы вчера в магазине были, где я закрыла глаза и такая, типа, мимо магазина. А, хорошо. Красавица. Да, спасибо. Красавица, глаза такие, еще не полностью открытые. Что у вас там с коронавирусом? Не знаю. Пока тихо. Ну, как бы я не особо что-то слышу. Поэтому все нормально. Красавица Ника. Ника-то красавица. Она такая стеснительная. Она вот как бы при вас, она еще нормальная. Зашли в музыкальную школу. Надо было ей спеть. Боже. Зажатие. Стеснение. Вообще. Как ваши дела? Хорошо. Добрый день. Привет, привет. Ника теперь будет ходить на вокал. Договорились. Она ходит на гитару и сейчас еще будет ходить на вокал. Анюта, у вас очень талантливая девочка. Просто восхищаюсь. Я тоже. Я сама восхищаюсь. Вообще. У нас в Беларуси студент привез с Ирана. О, боже. Я в середине марта с подругой улетаю. И я вот думаю. Сейчас вот этот коронавирус, чтобы мы вообще куда-то улетели. И чтобы потом нас потом обратно впустили. Вот. Так, а что с парнем? Ну, то есть, как бы, получается, он не лечится. Некоторые говорят, лечится. Короче. Сколько классов Ника будет заканчивать и на кого хочет поступать? Ника, на кого ты хочешь поступать? Да я уже не знаю. Она уже хочет быть музыкантом. Наверное. Потому что она возвращается из школы. И что она делает? Разулась, не разделась. Ничего. Сразу за гитару. И так до вечера. А вечером уже ночью, когда все ложатся спать, он садится за уроки. И вот так вот постоянно. Потому что, когда все ложатся спать, я не могу играть. Поэтому я играю, пока могу. Ну, в общем, играет, 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 играет. И все время играет. И поет, и играет. И, в общем, она вся. Мы приехали на стретчинг. Последний день зимы, кстати. 29 февраля. Раз в 4 года такое бывает. А по поводу, сколько Ника будет заканчивать классов, я думаю, что надо после 9 отправлять ее куда-то учиться. Мне не хотелось бы, чтобы она просидела еще 10-11 в школе. Ну, именно в сельской. Ника, сова? Ника, странная вообще. Странная птичка. Она решила, какой там сон? Полифазный. Как? Полифазный. Полифазным сном она решила спать теперь. Мы еще вчера посмотрели Да Винчи, Леонардо Да Винчи. Это документальный фильм в кинотеатрах идет. Вот, и там тоже как бы он спал таким сном. Через каждые 4 часа по 15 минут. То есть спать по 15 минут и каждые 4 часа. В итоге получается там 2 часа. 4. 20 минут. 4, ну, короче, да. Вот. Ну вот, Ника. Я тут пытаюсь ее отговорить. В школе была подруга, которая день рождения, 29 февраля. Наверное, отмечали 28-го. Представьте, раз в 4 года отмечать день рождения. Отмечаю, да. Обидно. Пересматриваю ваши видео, учусь многому у вас. Ой, как приятно. Спасибо большое. Его на карантин. Все, с кем общался, собрали на карантин. Весь универсокрыли. Боже, какой капец. Очень красивая мелодия. Я ошибочно подумала на магнитолу. Прикинь, Ника. Классно. Анечка, сохраните эфир по возможности. А, не можете посмотреть. Работает это? Про полифазный сон. Это у каждого человека по-разному, потому что кому-то... Ну, это все зависит от организма, потому что кому-то подходит, кому-то нет. Это надо попробовать. И если подойдет, то люди говорят, что типа реально круто. Ты пробовала? Ну, я думаю, стоит ли мне разбивать на четыре... Ну, как типа... Ну, Ника просто, если заснула, ее потом танком не разбудить. И на все 12 часов, поэтому оно такое. Да. Я сегодня лентеюшка. Я бы сама такая живу, да. Да, поэтому... Я бы сама себе кайфала себя. Так уж хочу. А мама вытянула ее на этот... На встречинг. Не, ну как, я у тебя спросила, говорю, ты поедешь с нами? Поеду. Ну, я хотела просто еще... Ну, такая погода классная, как на крышу залезла, песню снимала какую-нибудь. Ну, так правильно, еще снимешь. Ну, а я думаю, к обеду уже... Ой, ну не нуди, не нуди, уже приехала. Боже, лентяйка какая, капец. Где Дема у папы? Куда поехали или ждете? Ждем. Приехали чуть раньше, в начале эфира сказала. Мы приехали на встречинг. Я сегодня, видите, я такая сонная. Я легла за полтретьего, наверное, да. И проснулась в семь, кстати. Какого-то фига я проснулась в семь. Почему так? Будний день мне очень тяжело встать. Кошка будет. Тут я ее выпроводила на улицу. Думаю, наконец-то я послю хотя бы до девяти. Какой там? Семь утра уже подорвалась. Привет, привет. Поэтому я хочу спать. И у меня нет... Вот этого вот. Ой, я вам сейчас расскажу. Я могу просто поотвечать на вопросы. И все. И вообще замерз. И надо будет после встречинга покушать. Вот. Никто ничего не задает. Никаких вопросов нету. Ань, если чувствуешь напряженный фон рядом с мужчиной, как бы вы поступили? Может, есть секретики? Напряженный фон, что вы имеете в виду? Просто у каждого разного понимания по поводу напряженного фона. У вас вместо ребенка кошка будет, да. А у Ники есть байфренд? Нету. У Ники есть байфренд? У меня гитара. Ее подруга. У нее их три. Акулелька. Обычная гитара. И электрогитара. А какая красивая. А какая красивая. О! Он купил пианино. Они говорят, я хотела синтезатор. Я думаю, блин, тут не уходите этому ребенку. Поэтому я и поехала с ней гитару выбирать, чтобы она как бы сама выбрала. Потому что делать вот такой сюрприз, потом будет вот такое, типа, ой, я хотела другое. Как долго будет длиться стретчинг? Час. Анечка, надо спать. Сон для человека это большое дело. Я писала посты. Да, надо спать, но мы с Никой как-то мы вернулись. Во-первых, мы вчера уснули вдвоем. Я вернулась, легла, думаю, 15 минут вот этот вот сон, да? И мы с ней задрыхли на два с половиной часа, чуть не проспали кино. И поэтому мы вернулись такие на этом, кураже. Давай, я надо на гитаре играть, я там, типа, пресс качать. Естественно, оно все затянулось на два ночи. А утром, видите, еле проснулось. Но спать надо, естественно. Ну, как-то сон действительно, это важно, потому что сразу появляются синьки под глазами. А как же Саша? Я еще маленькая для отношений. Она еще маленькая для отношений с тобой. Спасибо. Не, вы видите, гитара на мне только, и я рада, если честно. Мне супруг на Новый год подарил электронный пианино. Прям в Новый год принес. Ну вот, у Ники тоже электронный пианино. Довольна? Нравится? Если нет ночного полноценного сна, да, нужен дневной. Ну, видите, я и вырубилась вчера на два с половиной часа. Проснулась, причем, понимая, что мы опаздываем. Ника! А я думала, она в доме в большом, типа, она говорит, мам, я пойду на гитаре поиграю. Я говорю, хорошо, я 15 минут подремаю. Ну, и задремала на два с половиной. Начинаю ей звонить. А она, слышу, вибрирует телефон в другой комнате. И она такая, м-м-м, мы че-то, я думаю, понятно, кто-то на гитаре играет. И я говорю, быстро собирайся, мы опаздываем. Отлично выглядите после желтого пилинга фотки в интернете, после процедуры выглядят страшающе. Нет, смотрите, у меня есть видео на канале, где я полностью каждый день показывала, ну, как бы, как работает желтый пилинг. У меня сейчас ощущение, что у меня горит лицо, как будто оно сгорело. Знаете, когда бывает на солнце, типа, ну, вот, как подпекает там кожа. Вот у меня сейчас такое. Три дня после желтого пилинга лицо натянутое, гладкое, красивое, классное. И только после третьего дня, на третий день или на четвертый, ну, в основном, это третий, у меня был третий день, начинается шелушение, и потом он начинает облазить. Вот четвертый день такой жоповый, и пятый. На шестой уже, как бы, вы нормально. Поэтому, как бы, делая желтый пилинг, учитывайте этот факт, что три дня вы будете красотка, а потом лучше отсидеться дома. Что делаешь, когда накрывает хандра? По-разному. Бывает, когда я ей поддаюсь и начинаю смотреть фильмы, читать книги, ну, типа, как бы, побыть одной надо. А бывает, когда я ее решила перебороть, вот, типа, как спортом, да, то есть, чем-то таким, чтобы себя взбодрить. Зависит от ситуации. Иногда бывает, что надо похандрить. Да, давно мечтала, тот год он все, мечты исполнил. Боже, какой классный мужчинка. У вас замечательный муж? Ника супер. Да, она моя звезда. И я максимально хочу ее поддержать во всех ее начинаниях. Какие планы на весну? Полететь отдохнуть, с подругой выпить вина. Потом... Потом по возможности переехать в большой дом. Есть один план, сейчас мы его реализовываем. Если все получится, то весной мы переедем. Ника расстроилась насчет того, что не поедет в Европу. Очень. Она сидит плачет. А кто это? Не знаю. Кто-то, в общем, понятно, кто-то из школы. У нас в школе и помощь я рассказывала. На весенних каникулах можно. И самое интересное, собрались как раз все те, тот костяк, тот, с которым она дружит, насколько я понимаю. Потому что я увидела в родительской группе, отвечали родители, те, с кем Ника дружит. Просто Саша такую истерику, там, я не знаю, она всем, кому можно, говорила, что это вообще, как можно летом, летом наоборот, будет еще хуже. Ну, будет, нет, надо ехать сейчас, вообще. Главное ли там поедете, что вы ноете? Ну, летом никто не поедет. Почему? Летом наоборот приедет? Ну, летом просто оно будет не то, потому что, во-первых, кто-то разъедется кому-то, типа родители, потом кто-то после ДПА еще не отойдет. Ну, так как-то. Почему не едет? Едут. Коронавирус? Классный руководитель боится, что если мы так подхватим, то все. Ну, какой хороший классный руководитель? Сидеть она будет, а не мы. Ну, вот, все, все правильно. Зачем подвергать детей опасности? Да, если экономим денег. Не кривись. Тоже. Я хочу кушать. Все, вопросы закончились. Мика. Я хочу. Вот какие отношения наши ребенок к ребенку. Ну, капец просто. Ну, да ты на. Причем такая же непосредственная. Как так надо? Девочки, не буду никакую тему поднимать. Могу только отвечать на вопросы. Нет сил. Надеюсь, что после спорта будет лучше. Долго еще ждать? Вам тоже надоело? Ждать тут со мной. Я тут вышла с вами поболтать. У них твои одноклассники спрашивают. Долго еще ждать? Еще 15 минут. Что 15 минут? Нам до стрейчинга. А, это не моё. Я не знаю, кто это. Ну, ладно. Ну, может. Мне не знаю. Что ждете с моря погоды? Идем на стрейчинг на час. Сейчас без 20. Через 10 минут пойдем. Пока приоденемся. Надо воду купить. Я хочу кушать. Я хочу кушать. Вот. Как раз после стрейчинга пойдем. Да? PlayStation 5. Какие планы на 8 марта? Улыбаться. Улыбка это самый лучший наряд и самый лучший план. Извините, не могу понять, что такое стрейчинга. Это растяжка. Это растяжка. И мы решили чуть-чуть подтянуться. Если понравится, то будем ходить и можно будет сесть на шпагат. Ну, за одно занятие я не сядю на шпагат. Я говорю, и будем ходить. Если понравится, будем ходить и потом сядем на шпагат. За одно занятие тут... Нет. Тут бы за одно занятие хотя бы наклоняться. Правильно. За одно занятие, наверное, мы ничего не сможем. Но я думаю, мы потом будем болеть. Именно все будет болеть. На YouTube кого смотришь? Никого. Дур не смотрит stories иногда. Или какие-нибудь ролики, типа... В основном я их смотрю. Это... Ну, по духовным практикам. Зеланда. Ну, то есть я такое смотрю на YouTube. Собираюсь на 8 марта в театр. Одну спектакль. Посоветуйте, пожалуйста, какие вам понравятся. Вы любите классику? Я, например, классику... Ну, как бы, люблю, но смотря какие постановки, какой театр. Я люблю Черный квадрат. Но билеты там надо покупать за месяц. Именно на классный спектакль. Какой возраст Ника начала заниматься музыкой? Да, вот полгода назад. Полгода назад. Ну, гитара у нее была... Это гитара. Гитара у нее была давно, но она была просто. Иногда она играла. Иногда. Крайне резко. Полгода могла вообще не играть. А тут последние, как бы, полгода ее как клеммануло. И все. Каждый день. Каждый божий день. Смотрите, классернечек. Да. Да, будете болеть, а тогда точно вырубит на сон. О, хотелось бы. Пост соблюдать будешь? Не знаю. Я не могу сказать, что я когда-то соблюдала его. То есть, ну, у меня интуитивно. Хочется кушать? Я кушаю. Я могу не во время поста быть на посту. Ну, то есть, я кушаю то, что хочет мой организм. Я на встречу хожу два месяца. Еще не могу сесть на шпагат. Нужно около полугода заниматься. Ну, вот. А судя по мне, так вообще год, если не больше. Потому что я очень сложно поддаюсь тренировке. С Никой мы сегодня будем учить английский. Я говорю, Ник, пожалуйста, помоги мне. Анютка, привет. Я писала тебе о том, что у меня обнаружили онкологию. Я переживала анализ на перепроверку. И Аня, произошло чудо. У меня просто рака нет. Боже, как классно. Я тебя поздравляю. Вот видишь, а девочки тебе говорили по поводу того, что типа, ну, как бы, пойди к другому врачу, пересдай. И это здорово. Вот этот эффект трех врачей, он классно работает. Я за тебя очень рада. Я думаю, что ты сделала так. Фух. Поэтому будь здорова. А в театре на Подоле были? Были. А я? Были, были. Не, мы везде были. Ну, в каждом театре. Ну, я люблю лезть в тренировке в театре. Не знаю. Там и постановки всегда прикольные. Жизнь свою пересматриваю теперь. А ты знаешь, что это как бы правильно? Потому что, когда в жизни происходит какая-то штука, у меня тоже такие штуки были. Но не с раком, связанной, с другой штукой. Почему мне говорят, а, это такая жизнерадостная? Потому что я пересмотрела вообще взгляд на жизнь. И я как бы понимаю, что такое жизнь. Она, в принципе, может оборваться в любой момент. Поэтому вот эта вот фишка, ой, я это белье не одену, потому что оно на выход, выхода может не быть. Носите. Носите, получайте удовольствие, живите, наслаждайтесь. Хочу тоже кушать. Супруг говорит, не готовь, заказал пиццу. Сейчас будем фильм смотреть. Ну вот, опять замечательный муж. Ты сейчас знаешь этот, как его мой тут голодный, а ты тут с пиццей. У меня в животе забурчало от удовольствия и предвкушения вашей пиццы. Кого ждете? Стретчинг ждем. Сейчас, кстати, уже пойдем. 43 минуты. Пойдем? Не, не, Олег. Что это такое? Так, давай, вставай. Все, девочки, мы пойдем. Хорошего всем дня. Нет, 44, 20 минут было. Каких 20? Нам еще в магазин заходить и переодеваться. Давай. Всем хорошего дня. Может быть, сегодня еще выйду. Но, видите, да, я такая соненькая, что с меня такой... Я даже слова забываю. Короче, с меня такое общение-то такое. Всех люблю, целую. Всем хорошего дня. Пока.